Протвинский художник Фёдор Помилов в рамках своей персональной выставки в Серпуховском историко-художественном музее провёл мастер-класс по написанию военного натюрморта. Выставка приурочена к 680-летию древнего города. Мастер-классы давно стали неотъемлемой частью работы художника. Фёдор с удовольствием делился секретами своего мастерства с начинающими художниками и всеми, кому интересна живопись, в Серпухове, в Протвино, в Обнинске, Ржеве, Твери, в Белгородской области. Возвращаемся к этому. На этом я могу в обеспечении сохранить. Начинаю я сразу краска рисунок. Возвращаемся к подготовке. Да, это для меня уже сразу подготовка. Чем хороша масляная жиропись, можно сделать 30 линий и потом выбрать одну. Это не акварель, которая там, в каждой линии, это уже ухудшение. Почему темой очередного мастер-класса стал военный натюрморт? За прошедшие столетия Серпухов, как южный форпост земли Московской, не раз оказывался на пути неприятеля, наступавшего на столицу. Осенью 1941 года в окрестностях города гремели кровопролитные бои. Фашисты неоднократно обстреливали и бомбили Серпухов. Крупные фрагменты и мелкие осколки боеприпасов времен войны на территории и в окрестностях города находят до сих пор. Когда-то Фёдор уже писал разбитую взрывом пушку, которая стоит у стен Серпуховского музея. Подобные артефакты имеют уникальную неповторимую форму и обладают своеобразной мрачной красотой. Ведь почти каждый взрыв прервал чью-то жизнь. В процессе работы Фёдор поведал собравшимся о своих многочисленных путешествиях. В биографии художника сотни выставок, пленеры в десятках российских городов, плодотворная работа за рубежом. Интересных историй уже наберется на полноценную книгу. Ровно 10 лет назад я поехал по приглашению французов на юг Франции, в город Монтелье, на Средиземное море. Поехал, не зная, кто пригласил особенно, не зная французского языка, не зная, куда еду, но поехал, один. Я остановился где-то писать, маленькую улочку, пишу, один подходит, выходит из своего дома, хотите, может быть, чая зайдите, хотите, кофе, бокал вина. Предлагали к себе, и я ходил, мне было интересно. То есть вот, что значит волшебная сила искусства. Язык искусства понятен без перевода людям в разных странах. Творчеством Федора Помилова заинтересовались в Китае, есть предложение продавать его работы в Поднебесной. Тем не менее, Федор не страдает звездной болезнью. Мастер-классом художник остался доволен, а свою работу оценил на удовлетворительно. В пользу случаем тоже хочу пригласить серпуховичей и гостей, еще посетить мою выставку до 6 октября и поздравить с юбилеем города 680 лет, в общем, так как моя выставка именно к этому мероприятию и была открыта. В ближайших планах Федора работа в Серпухове и окрестностях. Есть еще уголки древнего города, которые писать не доводилось. Художник открыт для сотрудничества, готов проводить новые встречи и мастер-классы.